Телеканал «Спорт» рад предложить вашему вниманию 12 выпуск тележурнала «Вид сверху». Баскетбол делает нас лучше. Сегодня в программе. Сергей Базаревич отказался от карьеры женского тренера, но не от нашей рубрики «Правила жизни». Тайны казанских традиций. Вся история в афишах. И битва за Ленинградку. Вторая серия блокбастера прямо сейчас. Серьезная игра. Это, знаете, один бросок на той баскетбол. Сейчас в половине Чевролигии забил еще хуже мяч со своей половиной. И выиграли матч. Это не только овертайм был, а там, по-моему, два очка проигрывали. Поэтому чем интересен баскетбол, вот такими моментами, эмоциями. Поэтому сегодня такой аншлаг. Спасибо нашим болельщикам. И таких игр мало, к сожалению, у нас в России. Поэтому их нужно ценить, я думаю. Субтитры создавал DimaTorzok Классика российского баскетбола. Битва за Ленинградку. Страсть и трезвый расчет. Огонь и вода. ЦСКА Химки. Вторая серия. Теперь в Подмосковье. В первом матче армейцы уступили на своем паркете и, пересекая МКАД, думали только о реванше. И речь идет не только о честолюбии, но и о стратегически важном лидерстве в группе B Единой Лиги ВТБ. Предматчевые расклады были на стороне красно-синих. Два шикарных, прежде всего в игре, защиты матча, обыгранные в Евролиге Реал. Все это говорило о том, что Химкам будет непросто набирать очки. Химкам будет непросто набирать очки. Химкам будет непросто набирать очки. На строю чемпиона Химки ответили первым аншлагом в сезоне. Но поддержка трибун только смутила хозяев. 15-4 на старте, нокдаун. Выбраться из ямы давления Химкам помогла дальнобойная артиллерия. И в этот момент о защите пришлось забыть. Перестрелки не успевали уносить раненых. А в дыму борьбы выделялись Милост и Адосич. 29 очков, 7 передач и фантастическая точность с одной стороны. И с другой стороны Джеймс Агастин, бивший вообще без пробаха. 31 очко. Видеосправка перестрелки прилагается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если игра еще как-то выровнялась на встречных курсах, то счет все еще оставался в пользу ЦСКА. Слишком уж уверенно смотрелся Теодосич, да и партнеры не отставали. Каким-то невероятным образом Химки смогли держаться в игре и создавать напряжение. Вся страсть команды Куртинайтиса разбивалась о хладнокровии действующего чемпиона. Но в итоге консервный нож Пикинролов вскрыл оборону, и Химки затащили ЦСКА в концовку. А последние секунды встречи стали настоящим украшением всей регулярки. Армейцы ведут плюс 2, лончер сравнивает счеты за считанные секунды. Пауза, и капитан армейца Виктор Хряпа ошибается при выносе мяча. Я знал, что они попытаются ввести мяч на кого-то из защитников. И когда мои партнеры перекрыли их, я почувствовал, как Крастич отталкивается от меня, чтобы оторваться и пойти за мячом. И я попытался помешать ему. А когда увидел мяч в воздухе, понял, что могу его достать, и просто схватил его. Потом взглянул на часы и подумал, что успею сделать данк или проход, но 2 секунды пролетели очень быстро, так что бросил, откуда смог. Варианты для передачи в трехсекундной зоне. Их нет! Агастин! 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 Я не верю, мне от этого не могло произойти! Агастин выигрывает этот мяч! Джеймс Агастин перехватывает в несколько шагов, пересекает площадку, и бросок в вечность приносит победу. Невероятная развязка практически лишает армейцев на лидерство в группе «Б» Единой лиги ВТБ. Это какое-то сумасшествие! Агастин! Химки хорошо защитились, перекрыли два пасса, которые планировалось. Ненад не смог открыться, поэтому и, собственно, была потеря. То есть задумка была на Ненаду? Нет, два первых пасса было перекрыто. Это, наверное, должен был быть как запасной вариант, но он не смог удержать Агастина на спине, который вылез и перехватил мяч. Хорошо защищались. Джеймс прочитал ситуацию, перехватил мяч, конечно, сумасшедший в центре поля. Поэтому он тренировкой иногда пассивовки кидает в центре поля. Тренер надает такое упражнение. Наверное, помогло. Забил сумасшедший, тем более, в таком матче такой мяч забить. Поэтому все очень счастливы. Первая половина такая была, непонятная. Очень много фолов, остановок. Хорошо в второй половине. Хорошо иногда защищались. Питерол начали чуть-чуть защищаться. И, конечно, сумасшедшая игра Джеймса, которую он провел один из самых лучших матчей. Забил решающий мяч и в конце только он, наверное, забивал. Тем более, какой перехват. Сергей Базаревич играл в НБА в Европе и в России. Всегда был в центре внимания, как игрок. Карьера тренера обещает быть не менее яркой и разнообразной. Его идеи теперь заставляют летать красные крылья. Я Сергей Базаревич, главный тренер клуба «Красные крылья». И это мои правила жизни. Когда я начинал играть, мне один человек сказал, ты играй, а не доказывай. Я давно убедился в том, что когда ты начинаешь кому-то что-то доказывать, это не приводит к хорошим результатам. Поэтому я предпочитаю честно работать и делать максимум каждый день. Евгений Яковлевич Гомельский говорит, что тренер должен быть разным. Это зависит от ситуации. Ты не можешь быть мягким все время, но и не можешь все время давить на игроков. Потому что если ты все время давишь, они перестают это воспринимать. Ты орешь, орешь, а ничего не происходит. Для них это уже не стресс. Я достаточно справедлив. Во всяком случае, хотел бы быть таким. Поэтому ты играешь, тренируешься и получаешь свои шансы. Я даю людям шансы. Я готов тренировать по 10 часов в день. Но, к сожалению или к счастью, это невозможно. Потому что игроки имеют предел физических возможностей. Когда я был игроком, баскетбол в НБА был мне гораздо более близок и симпатичен. Съездив туда ненадолго, я убедился в том, что в Европе нужно вводить правила 24 секунд. Потому что баскетбол как зрелище в Европе себя изживал, на мой взгляд. Теперь, по прошествии большого количества времени, мне кажется, что баскетбол в Европе сильно прибавил. Особенно в интенсивности. А в США, во всяком случае, регулярный чемпионат сильно сдал. Со стороны может показаться, что в НБА слишком много свободы и индивидуальной игры. Но это не так. Побывав там, я понял, что там много дисциплины. Просто больше используются индивидуальные качества игроков. Ну и плюс в этом есть элемент маркетинга. Когда смотришь фигурное катание или прыжки с шестом, интересны только те, кто занимает первые места. В баскетболе даже слабые команды могут показать захватывающий спектакль, потому что будет борьба. Я считаю, что баскетбол – это игра ошибок. Ошибаются все. Для меня важно, чтобы игроки выкладывались и не повторяли одних и тех же ошибок. Я пытаюсь работать правильно и не допускать глобальных ошибок. Для чего мы играем в баскетбол? Главное – это чтобы побеждать. Но в чемпионате выигрывает одна команда, а остальные, на мой взгляд, ты должен выкладываться в каждом матче. Не то, чтобы даже в матче, а в каждом моменте. Это то, чего я требую от своих игроков. И быть узнаваемым, иметь свой стиль. Победа в Кубке Вызова была первой для Красных Крыльев и для меня на европейской арене. Я думаю, что это было очень важно для города Самары. Но надеюсь, что мы на этом не остановимся, и у нас впереди еще большие успехи. Когда-то мой товарищ посоветовал мне посмотреть лекцию Джона Удена, в которой он рассказывал о своей пирамиде успеха. В ней были такие слова «Если ты выложился по максимуму и сделал все, что мог, то ты уже победитель». Это то, что мне близко. Во второй части программы лучшие моменты подмосковной битвы. Литовская дуэль в рубрике 1 на 1. И Казанский Уникс хранит традиции прямо сейчас. И Казанский Уникс хранит традиции прямо сейчас. У него одного баскетбольного клуба, да и у спортивных клубов по другим видам спорта я ничего подобного не видел. Мы делаем такие афиши уже порядка пяти лет. Инициатор и идейный вдохновитель, что ли, в создании именно таких афиш, это руководитель пресс-центра Национального банка Владимир Герасимов. Он очень любит баскетбол, ходит на все матчи, помогает нам в создании макетов, программок, афиш в других вопросах. Человек, в общем-то, баскетбол влюбленный. Он подал такую идею, ее одобрал президент клуба Евгений Богачев. И вот лет пять мы выпускаем подобные афиши. Кому-то нравится, кому-то нет, но это очень оригинально. Я думаю, и это своеобразная пропаганда баскетбола, призыв прийти на матч в тихотворной форме. Мы выпускаем порядка тысячи программок каждого матча, они расклеены по всему городу. Надеюсь, что они помогают нам привлечь зрителей на матч. Афиши нашего клуба – это фишка уникса. Ни у кого таких нет. Приезжие команды, соперники, они забирают их к себе на память. Я даже слышала, что в каких-то клубах они там висят за разные года. Всех как-то прикалывают эти стихи четверостищи. У меня тоже есть какие-то свои любимые, ну, как у всех. И когда мы ввешиваем новые афиши, у нас как-то все прочитают и уже обсуждают. И когда мы знаем, что с кем-то там, например, в следующей Валенсии, мы уже думаем, какую там Владимир Игоревич у нас рифму придумает. Мы храним это как историю клуба. У нас есть архив с афишами. Приятно иногда открыть, вот как на локомотив, то, что у нас у болельщиков один мотив – лети-ка под откос локомотив. Иногда так открываешь, вспоминаешь, сразу перед тобой сам матч, что там было, какой счет, что интересного. Некоторые четверостищи более оригинальные, больше запоминаются, некоторые меньше, но это, естественно, даже, может быть, у Пушкина не все стихотворения равнозначны по своей классике. Был случай, когда нам, да, мы там приносили даже в официальной группе ВКонтакте извинения, когда у нас там было то, что что-то кричи громче, чем сатана, чтобы растерялась Астана. То есть это было как-то чисто для рифмы, но Астана это как-то по-своему немного воспринял. Ну, может, еще потому, что мы у них с большим счетом выиграли, их это как-то задело. А так всем, по-моему, очень даже нравится. Кайл Хайнс в списке травмированных, но это не означает, что очень мощный форвард получил передышку по ходу сезона. Вместе с травмой голеностопа добавилось еще и несколько тренировок в расписании. Хочешь больше свободного времени? Возвращайся в строй. Если игрок получает травму, это не значит, что он уйдет в отпуск. Он должен тренироваться даже больше, чем всегда, чтобы восстановление было правильным и быстрым. Я Евгений Бурин, тренер по физподготовке ЦСКА, и я слежу за этим. Это одно из упражнений основных. С противлением, разгибание, разработка сустава с сопротивлением. И очень важно регулярно и постепенно наращивать нагрузки и корректировать каждое движение. Уже время очень важный момент, чтобы игрок во время реабилитации не выполнил общего ритма. Поэтому уровень нагрузок на нем должен быть не меньше, а порой даже больше. Потому что, чтобы когда он выйдет, закончится проблема с травмой, спокойно вошел в коллектив. Не нужно было время на его восстановление, и в дальнейшем с потерей еще недели. Постоянно работаем очень напряженным лицом. В процессе восстановления еще очень важно не идти на плоду игроков. Многие из них горят желанием вернуться на площадку и торопить немного события. Здесь нужно быть очень осторожным в этом выборе, и приходится ограничивать, сговаривать, что всему свое время. Химки проигрывали два очка. Куртенатис взял тайм-аут. И перед этим у них была атака, где Моня пробивал трехочковый. И ЦСКА не подобрал. Я думаю, из этого подбора они в сумме проиграли игру, потому что ввели два очка. Если бы подобрали мяч, игра бы, думаю, закончилась. С этим химки должны были бы хвалить. И при двух штрафных уже получается две атаки. И химкам, конечно, шанс есть, но он был бы очень чисто теоретически, я думаю. Мяч остался у Химок, и Куртенатис взял тайм-аут. Нарисовал взаимодействие, где первый номер Майкл Грин взял мяч. Пятого играл центрового, у них играл Лончил, третьего Копанин, четвертого Моня, и второго атакующего играл Попович. И получилось так, что Лончил поставил один очень хороший затлон. Как бы из этого получилась вся комбинация. И Копанин навелся, навелся на трехочковый. ЦСКА не хотел пропускать трехочковый. Сразу Кирстич от Лончера взял Копанина. И получилось, что здесь на третьем номере играл пятый ЦСКА Кирстич. А здесь получилось, здесь получилось, после хорошего заслона получилось так, что Лончер остался намного меньшим игроком и физически, и по теле масса. И осталось так, что он был спереди. Хорошая передача, лобовая. И так получилось, что этих игроков тоже Куртинайте задействовал. Получалось, что Попович выбегал, выбегал, и не могло быть помощи от последнего игрока. И так получилось, что вот эта лобовая передача плюс один дриблинг, получилось, что реально они используют преимущество роста Лончера, тела массы, и он вошел в поле трехсекундной зоны и просто развернулся, и уже как бы было делать техники против маленького игрока большому забить из-под кольца. Так что я думаю, вот это взаимодействие очень хорошо как бы показывать, что тоже убирая отсюда снайпера и игрока, этот игрок не может идти на помощь, где мог бы, конечно, помочь, но ЦСКА тоже не хотела рисковать. И так Поповича или Копанина, оставляя на периметре свободный, пропустить свободный трехорвочковый бросок и не иметь времени на ответ, они все менялись. Мы просто хотели сыграть на Копанина, и так не получилось, потому что ЦСКА просто поменялся. И, не знаю, Майк Грин хороший пас дал мне под полцой, просто забил открытый бросок. Когда выиграешь, ЦСКА всегда так чувствуешься хорошо, но просто такой консервировкой выиграть против ЦСКА, это так двойное, как сказать, удовольствие получаешь. Локомотив Кубани и Летовос Ритас обменялись победами в регулярном чемпионате. Один на один по личным встречам. Мы не допустим ничьей в баскетболе, а победитель определится в дополнительное время. Ренальдес Сейбутис и Симус Есайтис в словесной дуэли. Бросок. Бросок. Почему? Чувствуешь получше, когда сделаешь бросок. Конечно, Вильнюс. Вильнюс. Почему? Играй в Вильнюсе. Баскетбол. Если не баскетбол, читал книги. Оба. Сабонь. Гена, проходил. Кто это такой? Тюбратор. Не знаю, какой-то интересный персонаж может быть. Судим. Оба. Так и так. Технически можешь получить, а из тренера можешь и больше получить. Нет. Нет. Я-то не боюсь. А как другие, другие не знаю. Пять. Уже. Но много. Не читал. Не читал, но много. Нет, так. Мы самые лучшие. Бобрауска. Не всегда. Не. Тот, кто умеет. Санкт-Петербург. Хорошо был. Хороший зал. И пятерку лучших моментов недели открывает консервный нож-двоечки. Марко Попович скрывает оборону, Джеймс Агастин острым данком проверяет кольца на прочность. Четвертое место. И вновь Джеймс Агастин, баскетбольный клуб Химки. Подвижный здоровяк танцует под кольцом и кружит голову Ненаду Крстичу. Два очка в элегантном стиле. Третье место нашего хит-парада отправляется Алиупом в Подмосковье. Данк-шоу Джеймс Агастин в Химки. Этого парня не остановить. На втором месте еще один Агастин. Но уже с сопротивлением. Джеймс с мясом Агастин. Химки, Московская область. А на первом месте угадайте, кто же это? Спасает матч перехватом и невероятным броском с сиреной приносит победу. Джеймс на все руки мастер Агастин. Лучший матч центрового в карьере и невероятная концовка матча с ЦСКА. На этом все. Увидимся через неделю. И не забывайте, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова